Выборы в Ненецком округе прошли без нарушений. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Георгий Попов на расширенной планерке при губернаторе округа. Напомним, 18 сентября, в единый день голосования, жители региона вместе со всей страной избирали новый состав Государственной Думы. В эти выборы мы избирали депутатов по смешанной системе. На территории округа было рацион 221-го командат на избирательный округ. Всего было зарегистрировано 6 кандидатов, вывенцы политические партии. Итог выборов по 221-му округу такого явка составила 36,31%, не самое лучшее, честно. По кандидатам голоса вступили в следующем округе. Субтин Сергей Николаевич 5762 голоса или 45,3%, Египетик Алексей Олегович 212 голосов на 64,4%, Саблин Александр Иванович 3491 голосов на 26,98%, Субтин Шинков Андрей Владимирович 1436 голосов на 11,1%, Салуяна Амутария Валерьевна 452 голосов на 3,49%, и Шустров Дмитрий Николаевич 1045 голосов на 8,08% голосов избирателей. По словам Георгия Попова, в единый день голосования серьезных нарушений не было. От представителей политических партий и кандидатов не поступило ни одного письменного или устного обращения о нарушениях. Одновременно с Думскими проходили выборы главы Малоземельского сельсовета, на которых уверенную победу одержал действующий глава в движении с Единой России Михаил Талеев. Свои полномочия Талеев Михаил Семенович подтвердил на мой срок. В процентном соотношении за него отдали голоса 202 жителей поселка на минуту или 47,3%. Что касается депутатов сельского совета, сельский совет составил количество семей депутатов, явка составила 63,54%. Пациента